Я уверен, что российские компании останутся. Китайские компании не обладают, скажем, таким спектром специалистов именно по услугам, которые бы обеспечили тот уровень качества производства работ, который нам необходим. Все-таки Россия имеет значительный, существенный опыт работы в нефтегазовой отрасли. Наша отрасль и наша школа, нефтегазовая школа, она всемирно известна. Те институты, которые, научно-производственные институты, созданы были еще при Советском Союзе, они продолжают успешно функционировать и в настоящее время. Я уверен, что при данном раскладе сил Россия сможет полностью себя обеспечить нефтесервисными услугами. Другой вопрос, как быстро мы сможем заменить и как быстро мы сможем обеспечить все потребности нефтегазовывающей компании в России вот этими сервисными услугами, это другой вопрос. Уверен еще раз повторюсь, что здесь крайне, особенно в настоящее время, необходима государственная поддержка нефтесервисов, жесткое регулирование ценовой политики нефтегазовывающей компании в области нефтесервисов, жесткое регулирование ценовой политики в области закупок зарубежных компаний по поставкам нефтегазового оборудования и так далее. Если это все будет, если такого рода поддержку нефтесервисы получат, уверен, что процесс перехода от зарубежных компаний, от услуг зарубежных компаний к нашим российским пойдет безболезненно и достаточно быстро. Единственное, что сейчас можно ожидать, это более агрессивной экспансии именно по поставкам в оборудование, ну и в частности, как мы говорили, по шельфовым проектам. Я время, что китайские компании очень четко и своевременно отслеживают все те тенденции, которые происходят на российском рынке, и ту нишу, которую будут освобождать западные компании, они будут с удовольствием, конечно же, хотеть захватить, да, но насколько будет это востребовано нашими недропользователями, это другой разговор. То есть, насколько я знаю, сейчас в силу необходимости замещения, приоритет отдается российским компаниям. Российским компаниям бросается фактически новый вызов, да, то есть, ранее конкуренция производилась именно с западными компаниями, и приобретался своеобразный такой опыт работы именно с западными компаниями. Да, сейчас будет конкуренция с китайским компаниями. Я уверен, что китайские компании даже при выигрыше тендера и выхода на российский рынок не смогут прямо в одночасье взять и начать здесь работать. с его специфики просто работает. Одно делает работать, там, в Китае, да, или, там, в частности, они работают в китайские компании в Африке, там, сколько я знаю, там, в Ближнем Востоке, там, и так далее. Другое дело и работает здесь, у нас, в России. Совершенно разные, да, вообще, стратегические условия. В целом, начиная от климата, заканчивая просто той системой выстраивания отношений подрядчик-заказчик у нас здесь, в России. Совершенно разные вещи.